Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Администрация уже приостановила действие контракта с пермским поставщиком, который поставлял это самое молоко И временно поставки осуществляет компания из Кировской области, из Посегова И параллельно с этой ситуацией развивалась ситуация с поставками мясной продукции Мясо, которое в Кировской детской школе поставлял поставщик из Мариэл Зачастую, по словам родителей и по тем фотографиям, которые они выложили в социальной сети Оно приходит в негерметичных вакуумных упаковках Там есть вода, оно имеет кисловатый запах, какой-то, видимо, странный цвет Ну, в общем, были недочеты по мясу Опять же, мясо было отправлено на экспертизу в управление ветеринарии Отклонений в органолептических характеристиках мяса выявлено не было Требования, все мясо по требованию соответствуют техрегламенту Но, тем не менее, к поставщикам был ряд претензий В частности, комбинат продовольствия и социального питания Высказал замечание о необходимости более тщательной зачистки мяса От жировой ткани поверхностных пленок А также о соблюдении требований по массе куска каждого мяса Согласно контракту, они должны приходить массой не менее килограмма Каждый кусок, они приходили там зачастую по 500 и по 300 грамм Вопрос в чем? Тут несколько моментов, которые нужно обсудить И первый вопрос, вообще, почему такая ситуация стала возможной? Он такой большой вопрос, но тем не менее Ну, вообще-то, когда я узнал об этой ситуации То, честно говоря, это очень, как-то сказать Если бы я был родителем, меня бы это очень напрягло Я понимаю тех родителей, которые подняли тревогу по этим двум моментам Ну, почему это произошло? На мой взгляд, мне кажется Вот я специально сегодня открыл еще 44-й закон Федеральный закон о закупках И как раз в этом законе прописано в буквальном смысле слова Требование о том, чтобы специалисты, которые занимаются заключением контрактов Выявлением, так сказать, поставщиков и так далее Были ли не очень квалифицированными? Вот на мой взгляд, главная причина в том, что случилось Это неквалифицированность тех людей, которые занимаются приобретением и закупкой товаров для вообще в целом Это люди, которые проводят контракты? Или это люди, которые уже принимают продукцию непосредственно на комбинации? Скорее всего, это те люди, которые прежде всего заключают контракты, подписывают контракты Потому что, ну, какой смысл сегодня заключать? Хотя в законе прописано, что не должно быть никаких, так сказать, препятствий для конкуренции Но все равно нужно быть разумным, наверное, человеком У нас сегодня прекрасная молочная продукция У нас прекрасные, так сказать, мясопродукты И вдруг мы сегодня везем молоко из Перми, где молочная отрасль никогда не была развита Или везем мясо из другой республики, хотя не знаем, что за поставщик Поэтому вот здесь надо очень внимательно знать, с кем ты имеешь дело И, как бы так сказать, понимать, на что они способны, эти поставщики В конечном итоге вот такая случилась ситуация Я знаю, что контракты были подписаны вплоть в течение всего трех месяцев этого года Ну, хорошо, что их, так сказать, видимо, приостановили или разорвали, я не могу сказать Но ситуация очень такая напряженная И причем ведь здесь, видите, эта ситуация развивается на фоне чего Вы знаете, что президент объявил о том, что нужно бесплатно организовать бесплатное питание для детей первых и четвертых классов А это еще где-то порядка 60 тысяч детей добавится Да, мы это обсудим тоже сегодня То здесь, да, то здесь надо быть очень внимательным И нужно просматривать буквально всю цепочку от поля, как говорится, до прилавка Если этого не делается, если люди не понимают, как работает поставщик То всегда можно вот налететь на такую, так сказать, неприятность Вот вы сказали, что, вероятно, здесь виной всему непрофессионализм тех, кто проводит торги Вот родители как раз в группе в социальной сети «Родительский контроль» Они нашли в открытых источниках, это не так сложно сделать Они нашли этого поставщика и нашли массу нарушений, массу судебных решений В отношении него Да, и как раз из-за некачественной продукции И решения эти тянутся с 2012 года Вот вопрос, почему нельзя еще до стадии, до заключения контракта вот это все проверить? Это же не так сложно, это все в открытых источниках Это просто прописано даже, законодательно прописано, что ты должен знать Подставщики все, всю, так сказать, информацию собрать Прежде чем идти на серьезный такой шаг подписания контракта Ну вот я и говорю, что это или безалаберность людей Или непрофессионализм Здесь можно по-разному, конечно, подходить С одной стороны, если бы это люди были профессионалы, они бы сразу поняли, с кем они имеют дело Но, видимо, так сказать, оказалось не так Хорошо, а может быть, причиной еще такому, например, быть отсутствие входного контроля на самом комбинате? Потому что я так понимаю, что проверок, например, внеплановых каких-то там не проводится То есть все принимается по документам Здесь я бы еще вот на что обратил внимание Прежде всего, наверное, должны быть очень внимательны в этом отношении заведующие детскими садами Для руководителей школ Они отвечают персонально за организацию питания в своих учреждениях Поэтому они должны были бить тревогу сразу же после первого же случая Но, к сожалению, это произошло ведь не сразу То есть ко мне даже поступали сигналы о том, что с молочной продукцией не все ладно И только после этого, так сказать, как-то вот это все вышло на широкий такой круг обсуждения Но ведь администрация как раз подключилась после того, как сделали заявление заведующей Значит, они знали, но молчали до какого-то периода Да, но молчали, надо было сразу и немедленно это информировать, так сказать, доказывать Поэтому здесь много виноватых, на мой взгляд Но главная причина и сама система закупок, сама система контрактов Она тоже, мне кажется, требует совершенствования Вот ведь, ну, я давно работаю, работал в образовании Мы всегда поставляли продукты только своих собственных поставщиков Допустим, даже вот овощи, может быть, не знаю, вы помните или нет Но был такой совхоз красногорский, на полях которого работали школьники И он снабжал овощами все школы, все детские, дошкольные учреждения Я помню, я ездила на картошку даже Вот, то есть мы знали, даже дети видели, как это все там, так сказать, происходит, произрастает А сегодня этой информации ведь ни у кого нет И поэтому ведь вот надо, наверное, это широко опубликовать Кого сегодня предлагают в качестве поставщиков Если это будет такая открытая информация, тогда, наверное, проще будет и получить обратную какую-то связь Вот как раз родители в качестве одной из мер предлагают то, что вы сейчас сказали Они предлагают открыть информацию для всех желающих по цене, по качеству, по количеству продукции, которые привезены в пищеблок И все это разместить на сайте соответствующих денег Это должно быть совершенно доступно для всех Возможно ли это сделать? Да почему невозможно? Сегодня все возможно Ну, это ведь никакая не секретная информация Просто я не знаю, почему сегодня администрация города, там, еще кто-то боятся Это, наоборот, надо сделать открытым, доступным для людей, чтобы люди понимали И тогда контроль будет не только со стороны каких-то чиновников определенных Это будет контроль всего, так сказать, населения, в том числе родителей, в первую очередь, заинтересованы же в этом Поэтому я считаю, что это был бы очень такой полезный шаг Давайте мы на короткий перерыв прервемся и продолжим Хорошо Особое мнение Анатолия Чурина мы сегодня слушаем Обсуждаем проблему некачественного питания в детских садах и школах города Анатолий Михайлович, на сайте администрации говорится Вот применительно как раз к пермскому поставщику говорится Нужно иметь в виду, что по закону у поставщика есть право в 10-дневный срок Исправить ошибки и поставить опытную партию молока О чем это нам говорит? О том, что сейчас поставщик встрепенется, привезет качественно хорошее молоко И получается, контракт с ним снова будет продлен Но гарантии о том, что молоко снова там не будет некачественным у нас нет Вот как здесь... Вот почему бы сразу этого поставщика, во-первых, не включить в список недобросовестных И не отказаться от его поставок и разорвать все-таки этот контракт Ну, здесь, видимо, такая бюрократическая наша машина Что она пока не проведет все анализы, все, так сказать, не удостоверится Не зафиксирует на бумаге И мне кажется, что здесь и Роспотребнадзор в большой степени виноват Он должен тоже контролировать все эти вещи Но, к сожалению, сегодня у них тоже там есть ряд ограничений Они не могут выходить... Они не могут самостоятельно, они могут только по заявлению Да, 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 да То есть в данной ситуации мы опять уперлись в чего? Что пока нет сигналов с места, это все может продолжаться до бесконечности И чем раньше начнутся вот такие обращения, тем быстрее начнут реагировать и, так сказать, чиновники, которые работают в мэрии И те, кто должен контролировать эту ситуацию Но я думаю, что только по этой простой причине Что они сегодня ждут, так сказать, анализов окончательных И только тогда будут приниматься решения Потому что иначе придется отвечать за разрыв контракта Потому что надо до конца удостовериться, что это некачественная продукция Вот только по этой причине, на мой взгляд Ну вот вы сказали, что ждут сигналов с мест Да, но ведь их может и не появиться, этих сигналов Почему бы не сделать, например, институт внезапных проверок? То, что предлагают как раз вот родители Не, хорошо, но тогда надо определиться, кто будет заниматься Есть специальные органы Ведь институт специальных проверок, он должен быть укомплектован с соответствующими специалистами Ну пусть это будет какая-то межведомственная комиссия То есть надо создать какой-то орган, который бы занимался этим Но есть уже орган контролирующий У нас же есть, да, департамент образования Есть департамент образования Ну и департамент образования специалистов Есть институт полномочия по правам человека Специалистов, понимаете, там специалистов может и не быть таких Которые должны увидеть те нарушения, которые имеются Поэтому, скорее всего, надо дать полное право органам санопиднадзора А ведь раньше эти у них полномочия были Они постоянно проверяли Все детские дошкольные учреждения не по одному разу То есть они знали все это Вот сегодня эту ситуацию изменили Но я считаю, что это неправильный подход А можно ли к ней вернуться? Ну как-то, может быть, на базе города, например Или это... Это решение федеральное, так сказать Это законодательство такое сегодня Его надо вносить изменения в федеральное законодательство И уполномачивать эти органы Чтобы они работали совершенно в другом случае Как это было раньше Вот мы сегодня много говорили про закупки И мы знаем, что закупки как раз продуктов питания Происходят по системе аукциона То есть на снижение цены Соответственно, выигрывает тот, кто даст ниже стоимость При этом, при соблюдении прочих равных условий Очень трудно поверить в то, что качественное молоко С учетом транспортного плеча огромного Из Перми будет дешевле, чем из Кирова Вопрос в чем? Нельзя ли сейчас, например, отказаться Хотя бы в поставках питания Уйти от системы аукционов Перейти к системе конкурсов, когда там целый ряд параметров Анализируется, прежде чем заключить контракт? Я считаю, что это было бы правильно То есть нельзя сегодня выбрасывать вот лоты на аукцион Поскольку на самом деле мы попадаем в такую ситуацию Когда не знаем, кто выиграет этот лот или купит лот Поэтому, конечно, особенно в отношении детского питания Вот, кстати, в законе 44-м там есть прописано Какие, так сказать, организации Какие сферы деятельности могут обходиться без контрактов Без заключения контрактов То есть почему бы этот закон Это тоже надо внести, так сказать, наверное В закон со стороны Государственной Думы Внести такую строчку, что и детское питание Тоже приобретается не на основании данного закона Это Государственная Дума должна принять Ну это закон федеральный, поэтому сюда Поэтому вот такая ситуация Так что пути есть решение Ну надо эту проблему обострять, наверное Так, чтобы она действительно звучала Не только у нас вот здесь внутри А звучала и широко на уровне федеральных, так сказать, органов и так далее Давайте к другой теме перейдем Она тоже про питание Вы ее сегодня затронули Мы сейчас о ней немножко подробнее поговорим В Кировской области обеспечат питанием порядка 60 тысяч школьников С 1 по 4 класс Как сообщает сайт правительства На эти цели будет выделено почти 271 миллион 219, ну почти 219 из федерального бюджета Остальное из регионального При этом, как мы помним, до этого ранее называлась цифра потребностей В 1,3 миллиарда рублей Да, из расчета примерно 100 рублей в день на школьника Сейчас получается, что сумма будет почти в 5 раз меньше Соответственно, дневная стоимость обеда упадет тоже практически в 5 раз Вопрос, насколько качественно можно за эти деньги сегодня получить горячее питание Я не знаю, кто делал расчеты по поводу этих цифр И каким это образом Ведь самое-то главное, что надо бы просчитать Составить меню Вот здесь как раз мы вернемся давайте к тому, что родители должны знать Чем будут кормить его ребенка на протяжении определенного периода Поэтому нужно, может быть, месячное меню, чтобы вывешивалось Чтобы оно печаталось даже в средствах массовой информации Чтобы родители знали, чем накормят их детей И тогда мы поймем, какова же будет стоимость этого обеда Что такое 20 рублей? Вот сегодня пирожок стоит 15 рублей Ну вот, а каком горячем питании? Далее хоть мясной продукт какой-то там Да, если суп, если первый и второй, если, так сказать, соответствующий и третий То никаких тут 20 рублей просто не отделаешься Поэтому надо считать, надо очень внимательно делать расчет И мне кажется, что если вот сегодня область занизит цифру И, соответственно, подаст ее в федеральные структуры То потом уже пробить дополнительные средства будет очень сложно То есть надо всегда, может быть, немножко даже чуть-чуть и завышать стоимость Иначе просто можно оказаться в очень неприятной ситуации То есть наша задача сейчас какая? Еще раз все это обсчитать Конечно И подать в федерацию Во-первых, надо определиться, чем будем кормить На какую сумму будем кормить И тогда уже составить Раньше всегда в детских и дошкольных учреждениях, да и в школах Были месячные, десятидневные, месячные меню Там все было сбалансировано, прописано И нужно вооружить школы этим Это очень важно сегодня И тогда только мы можем посчитать и посмотреть А насколько эффективно будет это питание Ведь для чего, собственно, и вводится это детское бесплатное питание Чтобы дети получали сбалансированную, так сказать, пищу Иначе смысл-то какой? Ведь когда сегодня, если у ребенка не хватает детей Он купил пирожок, там чашку чая выпил и все А тут предлагается именно полноценный обед То есть здесь очень большая ответственность ложится на тех, кто будет организовывать И прежде всего на администрацию Если администрация впрямую не будет заниматься этим Не будет работать с поставщиками То вот такие случаи будут очень часто Это очень опасная вещь Поэтому тут надо очень серьезно подойти И посчитать все варианты Иначе... Ну вот вы говорите, администрация не будет серьезно к этому подходить Если, да, если администрация не будет серьезно подходить Мы вот только что обсудили тему Вопрос некачественного питания Здесь как и кто будет это контролировать? Как это все можно отконтролировать так, чтобы вот... Ну, в принципе, органы все они есть Они в городской администрации не созданы Только то, что вопрос заключается в том Как они работают сегодня эти органы Ну, органы вы имеете в виду департамент образования? Ну, не только департамент образования Вот этот комбинат школьного питания Который непосредственно занимается Комбинат продовольствия и социального питания Да, то есть это ведь это все те структуры Которые должны сегодня обеспечить все это необходимое Поэтому, когда покупаешь все за свои деньги То понятно, там купил ты то, что тебе надо А тут-то ведь это будет 60 тысяч человек 60 тысяч детей, которые все будут кормить Обязаны кормить Ну, по крайней мере, равноценно Иначе нельзя Вот здесь проблем будет очень много И от того, как подготовиться сегодня администрация И в целом власти области То это очень много будет решаться в судьбе детей Ну, вот у меня вопрос Да, вот 25 рублей мы затронулись Сумму, ну, там примерно, да, получается Что 25 рублей будет стоимость обеда Как это будет организовано в районах области? Потому что я так понимаю, что приемку Организует комбинат продовольствия и питания Он находится здесь Как это все будет? Ну, почему? В районах свои структуры В районах будут свои Торги должны быть проведены Ну, понимаете, вот в свое время В советское время, да еще и в 90-е годы У многих сельских школ были свои пришкольные участки Была своя земля И я хорошо помню, когда приезжаешь в школу По осени особенно, да Директор всегда Мне кажется, и сейчас есть еще Где-то, может быть, сохранилось Я ничуть не буду опровергать Но я много раз приезжал в школу И когда директор всегда показывал Анатолий Михайлович, пойдемте, я вам покажу Заводит в подвальные помещения или куда-то еще И там стоят целый ряд банок Соленые огурцы, соленая капуста Варенье и так далее Это все со своего огорода Это все шло на удешевление питания И родители вкладывали там буквально копейки Для того, чтобы, так сказать, организовать Сегодня вот Я не знаю, как это будет в этой ситуации Но надо бы очень внимательно изучить тот опыт, который был И все то, что лучше было использовать Тогда это будет, на самом деле, во благо всех детей Ну вот я, честно говоря, так и не могу понять Все-таки, как это все контролировать Потому что комбинат питания Вот по данным контрольной счетной палаты В 2018 году они закупки сделали на миллиард рублей Ну, практически на миллиард Сейчас еще эта сумма увеличивается Тут добавляются федеральные деньги За федеральные деньги, как мы знаем, там особый контроль Как вот это все организовать все-таки Если они не могут даже Вот миллиарды, эти огромные деньги Они не могут контролировать Им дают еще Вот как? Вот в этом весь и вопрос Как? В этом весь и вопрос То есть тут нужны специалисты Не просто какие-то, так сказать, с улицы пришедшие люди А это специалисты, которые прекрасно понимают И знают закон соответствующий И понимают, что ребенку Тут очень много нужно Мне кажется, это должны быть еще и люди Которые понимают в качестве продуктов питания Знают, что вот это Там пришла свинина Говядина, а не свинина То есть здесь не должны быть люди Ну, как это сказать Собраны по принципу того, что Заполнить какую-то табличку Это должны быть специалисты высокого класса Только тогда можно обеспечить все необходимое А иначе так это Вот у меня создается такое впечатление Что то, что она обещана В свое время, знаете, когда писалась программа 2020 Было много пообещано О том, что у нас к 2008 году будет зарплата 2700 долларов Что у нас будет на каждого по 30 квадратных метров Жилья и так далее Где все это сегодня? Вот мне кажется, что это из этого же разряда Опять в очередной раз сбрасывается Как бы кусочек какой-то, так сказать, позитивной информации А дальше как это будет? Ведь если бы это было все единое в стране Это опять отдается все на лодку по регионам А это уже, извините, кто как Москва будет кормить там, может быть, на 200 рублей А вятки на 25 остается Так это какая уже равенство? Для чего? Для чего мы создаем такие ситуации? Ну, так вопрос централизации бюджета Опять мы переходим Ну, это вопрос не только централизации бюджета Это вопрос политический Давайте к другой теме перейдем К предстоящей у нас Три минуты до конца Вернее, до рекламы Поэтому мы ее начнем, наверное, после рекламы продолжим Значит, тема Предстоящая замена ветхих окон в детских садах и школах В этом году окна планируют заменить в 24 школах В 69 детских садах Выделено на эти цели почти 52 миллиона рублей Почти половину дают в рамках исполнения наказов избирателей Депутата Кировской городской думы Так вот, на последнем заседании городской думы Этот вопрос обсуждался И глава города Елена Ковалева сказала, что Целесообразно проводить сводные торги Да, что такое сводные? То есть это когда несколько школ объединены в один лот На что Владимир Кадачугов сказал, что уже какие-то более-менее проведены переговоры И, видимо, есть какие-то основные, по крайней мере, понимания Как вероятнее всего будут эти лоты объединены И назвал цифру, что 4 лота, 4 района, 4 лота Соответственно, школы будут объединены в лот и по районам Это 20-30 школ в одном лоте Вопрос, насколько вот это вот укрупнение торгов Оно обосновано с точки зрения качества Почему я спрашиваю? Объясню Потому что, когда происходит укрупнение Происходит, наверное, в целях упрощения происходит унификация Унификация заказа И это там сказывается на качестве И сказывается на том, что нет индивидуального подхода к школам И там им привезут всем одинаковые окна Которые, может быть, где-то не подойдут Где-то еще что-то В общем, насколько это оправдано? Вот мы с вами рассматриваем только одну сторону То есть укрупнение лотов А есть вот и вторая сторона А кто будет исполнять эти заказы? Пока неизвестно Если сегодня в Кирове такая организация Или такие организации Которые смогут в течение буквально 2-3 месяцев Заменить все окна Вот всех тех школ, которые там имеются Ведь для этого это тоже надо сегодня понимать Это огромный объем, мне кажется Да То есть или тогда мы опять попадаем в такую ситуацию Когда деньги не будут освоены То есть, ну, как говорится, торги пройдут А организация не справится Поэтому тут надо вторую сторону внимательно изучать Кому мы сегодня можем отдать в Ленинском районе, допустим Вот этот заказ Или там в Октябрьском районе Или, может быть, сразу на 2 района Какая организация сможет выйти по ее мощности То есть тут надо считать все это дело А так это только слова Ну, то есть вы думаете, что в укроплении нет ничего плохого? Нет, когда, видите, когда, допустим, 3-4 школы, я предполагаю Но когда целый Ленинский район, допустим, с массой школы Это большой слишком очень лот получается И тогда на самом деле возникает вопрос А как этот лот исполнить? То есть как выполнить заказ в срок и с хорошим качеством? Вот вопрос И то есть нужно понимать, кто пришел к тебе Какая фирма там Какие у нее, так сказать, особенности и так далее Ну, а когда заказ увеличивается То он волей-неволей становится более дешевым Поскольку он становится дешевым Это и преследоваться, кстати А с другой стороны, ну, интереснее фирме Работать с большим заказом Она тогда, так сказать, как-то налаживая производство Ускоряет, может быть, даже этот процесс Но вот для этого, еще раз подчеркиваю Нужно знать бы, с кем работать Хорошо Давайте на рекламу прервемся и продолжим Продолжаем особое мнение Анатолий Чурин сегодня в нашей студии Мы продолжаем обсуждать тему Замены ветхих окон в детских садах и школах Я хочу спросить вот о чем Да, большой лот Да, много денег выделяется Там 52 миллиона практически Но мы понимаем, что все равно на эти деньги Пусть это даже большая сумма Все окна заменить не получится Вот должны ли депутаты городской думы Администрация города Взять себе такой вектор, курс И понимать, что нужно, наверное, уделить этому вопросу какое-то внимание И, может быть, 2, 3, 4, 5 лет подряд Выделять на это какие-то деньги Чтобы, ну, закрыть, так сказать, вопросы Чтобы все окна в школах, в детских садах Привести в хорошее состояние Ну, в городе ведь есть пример Вот когда была поставлена задача Все школы огородить заборами То они сделали это Выполнить задачу до конца Я думаю, что и в этом случае так же надо поступать Конечно, объем гораздо больше И тут не только ведь возникает вопрос с окнами Окна, конечно, очень важно Это и, так сказать, энергосбережение и прочее все это Теплосбережение Но там ведь есть еще много других проблем Проблемы с дверями Потому что все это изнашивается То есть тут надо, конечно, вырабатывать некую программу Не просто от случая к случаю А нужно четко понимать Вот если сегодня нам нужно заменить там, допустим, тысячу окон И эту тысячу окон мы можем заменить, допустим, в течение трех лет Значит, выделяются соответствующие деньги Если мы понимаем, что нужно нам отремонтировать там десяток школ в городе И это мы можем сделать там за пять лет Значит, мы должны четко составить план Как это все будет происходить Только при этом мы можем как-то планово заниматься этим вопросом Тем более, сегодня бюджет, он имеет такие возможности Вот в свое время, в 90-е годы, там вообще денег не было Там бесполезно было чем-то, так сказать, планировать вперед Нужно было хотя бы зарплату дать А сегодня бюджет имеет такие возможности Значит, нужно этим заниматься То есть не должна быть это разовая акция Это должна быть только долгосрочная история Конечно, вы совершенно правы А это вопрос политической воли или чего? То есть кто должен дать задание Есть соответствующий орган, который руководит системой образования Вот это его воля должна быть Он должен проводить жизнь, свою политику То есть это воля главы администрации Конечно, и глава администрации должен поддерживать, так сказать, в целом эту ситуацию Потому что он отвечает в целом за безопасность Ну давайте к другой теме перейдем И поговорим про ситуацию внутри отделения КПРФ 8 февраля вы со своим коллегой по ЗАГСобранию Леонидом Сандалом Публиковали в газете «Вятский край» Публиковали открытое письмо В нем обвинили Сергея Мамаева Первого секретаря Кировского обкома КПРФ В оппортунизме Я хочу спросить, в чем суть этого обвинения С кем, на ваш взгляд, он сотрудничает И в чем его такая соглашательская политика Дело вот в том, что вообще вот эту ситуацию, которая возникла сейчас, начали не мы Мы вообще, так сказать, не было у нас никаких планов Первым поднял всю эту бузу, так, как вы сказали Это поднял товарищ, или господин Мамаев, скорее всего Что мы хотели вот этим своим письмом? Мы хотели обратить внимание всех коммунистов И всех тех, кто поддерживает сегодня коммунистическую партию Обратить внимание на то, что деятельность Мамаева привела к тому, что партия сегодня Или партийная организация Кировской области, она не дееспособна Всего по отчету, который предоставил товарищ Мамаев в Центральный комитет партии Насчитывается 1543 члена Из них 1333 только платят членские взносы Остальные взносы платили не платят Значит, уже не 1543, а 1333 Из этих 1333 коммунистов 875 членов Это люди, которые возраст Уже имеющие почти подчленный возраст После 60 лет То есть более 60 лет 600, почти 70 человек Это женщины Поэтому мы назвали в своей статье Вот эту партийную организацию Так называемой Клубом Кружком пенсионеров и домохозяек Вот что получается А вы не боитесь так обидеть своих однопартийцев? А почему обидеть? Что значит партий? Если мне 60 лет, я что, себя обижаю этим самым? Ничем я себя не обижаю Но ведь коммунистическая партия Это партия пролетариата Это партия рабочего класса А рабочих там всего 160 150 чем-то человек Не помню сейчас И 139 То есть это не партия рабочего класса Но только партия рабочего класса будут бороться Рабочего класса и крестьянство А крестьян всего 70 человек Вот и все И судите Но Мамаев сегодня выдает себя за руководителя Некой какой-то организации Которая активно борется за социализм Да не борется он ни за какой социализм Это просто слова Вот в этом его и оппортунизм Он обманывает людей Оппортунизм это обман Это обман людей Говоришь одно, а делаешь другое Вот в чем суть-то вся Поэтому мы сегодня и выступаем против этого Не надо обманывать Почему сегодня нужно засекретить данные О том сколько членов партии Кто они такие сегодня Наоборот Но почему эти данные засекречены? Я знаю, что партии подают данные в Минюст А вы найдите вот этот отчет Где бы вы найдете? Он сегодня не опубликовал Вот на наш бы сегодня Мы до этого еще читали Вы тоже читали Король-то голый Там как раз все эти данные выписаны В Ядском крае Но никакое Так сказать Опровержения этого нет И вся деятельность Мамая Восевалась сегодня к тому Чтобы написать очередное письмо К прокуратуру На Чурина, Сандалова Написать, что они Вот я как раз и хотел уточнить Здесь написано, что 33 заявления Написаны в разные следственные органы Это действительно так? 33 заявления? Да, вот таким образом Но это что такое? Это разве дело? Ты тогда извини Ты тогда докажи, что у тебя не так Если мы сегодня не правы Ты опубликуй данные Которые ты считаешь Это же ведь он сказал Более того Он выступая в ноябре Вот здесь в этой студии 19 ноября Он заявил, что в партии 2000 человек И каждый месяц В партию прибывает 10% А партия увеличилась С 19-го года С 18-го по 19-й год Всего на 9 человек Кого обманываешь? Вот в чем вопрос Поэтому сегодня Это перевертыш Это человек, который имеет Партийный билет Это оборотень Я так его называю И он ведет коммуниста В совершенно другую сторону Он загубил партийную организацию И продолжает губить ее И дальше Поэтому если коммунисты Сегодня Те, которые переживают За то, что они Являются частью Этой организации Они должны сегодня Веско сказать свои слова Вот вы сказали сегодня Что нет пока реакции От Сергея Павловича Мамаева Я хочу задать вопрос Который у нас есть на сайте И он как раз К этому имеет отношение Анатолий Михайлович Читали ваше письмо Коммунистам Кировской области Хорошо написано Качественно С чувством стиля Душевно Искренне Разделяю вашу позицию Известно ли вам А реакции на это письмо От ЦК КПРФ Рядовых коммунистов Первых секретарей Райкома в партии И самого Сергея Мамаева Вот я уже сказал Что реакции Со стороны их нет От ЦК КПРФ И рядовых коммунистов Я недавно узнал Что Мамаев Собирает первые секретарей С которыми он якобы Опять начинает Так сказать Какую-то обсуждать Как ответить видимо Но ведь мы не солгали ни в чем Здесь нет ни одного слова лжи Поэтому если он будет опровергать То он должен доказывать конкретно В чем, так сказать, неправда И подтверждать это Соответствующей документацией Потому что у нас отчеты есть И подписаны им отчеты Вот поэтому мы можем Сегодня показать ему этот отчет Он его не показывает Я бы на его месте давно Опубликовал и сказал Да, вот такая ситуация Поэтому беда в другом Что сегодня в партии В этой партийной организации Вот этой нашей Сегодня есть ряд Первых секретарей Которые, ну мы так говорим Прикормленные Это об этом Стасич Зюганов говорил Им он платит небольшие деньги И они за эти деньги держатся И поэтому вот с этими людьми Он и решает все вопросы А поскольку их сегодня Так сказать Всегда оказывается большинство То любое решение Мамаев принимает в свою пользу Вот и все Ну вот вы в своем письме Обратились как раз к коммунистам С предложением рассмотреть Ваше письмо на партийных собраниях С целью досрочного перезбирания Нынешнего состава бюро обкома Ну то есть с тем Чтобы сменить руководство Оригинального отделения Но вы говорите Что первые там Секретари райкомов Они прикормлены Кто в этом случае Принимает решение О том чтобы сменить руководство Понимаете Есть партийная организация Есть коммунисты Они принимают решение Прежде всего Должны принимать Нет Ну кто-то же от районов Должен приехать и проголосовать Это ведь не все члены партии Выберут делегатов Скорее всего Которые будут как раз Вот эти первые секретари райкомов Что делать Может быть не получится в этот раз Но вот мы сегодня еще раз повторяем Мы хотим открыть глаза всем тем Кто сегодня переживает За деятельность партии Потому что дальнейшая судьба Этой партийной организации Она очень туманна И если дальше это все остается В таком виде То ведь впереди Вся суть-то заключается в другом Что впереди сегодня выборы 21-й год выборы Снова во все органы Законодательной власти И с чем же придет Уважаемый господин Мамаев Если у него Нет По сути дела Этой партийной организации Нет сторонников Сторонники все отошли в сторону За него перестали голосовать Ведь если В прошлом созыве В ЗАГС собрании было 10 членов Депутатов То сегодня их 4 Да и он то решил Расколоть еще эту четверку Поэтому К чему все это придет Это придет к тому Что По сути дела Партия перестанет существовать Как таковая А это собственно На руку всем тем Кто сегодня выступает против Правящей партии Прежде всего это на руку Чтобы задвинуть подальше Чтобы оппозиция была слабше Поэтому здесь Все закономерно И вот Он собственно Я не знаю Вольно ли Не вольно ли Он льет Как говорится Воду на мельницу Своих противников Политических Ну вот вы сказали Что с 18 по 19 год 9 человек Вступило в партию Очевидно Что есть некоторый Какой-то политический кризис И наверное Кризис кадровый Потому что В программе У моего коллеги Алексея Кузьмина Представители партии Как раз говорили Что есть кадровый голод И вот вы предлагаете Как раз сменить руководство И говорите В этой статье Вы говорите Что Сергей Мамая В 13 лет На своем посту находится Кто если не он Есть ли такой человек Который готов возглавить партию Незаменимых людей не бывает Ну это да А есть какая-то конкретная фигура Я не могу сейчас Я же не член даже партии Кому же я буду предлагать Это коммунисты должны предложить Я думаю Что такие люди наверняка есть Просто мне кажется Это не самая легкая работа Не самая легкая Я согласен Конечно Потому что 13 лет Человек уже находится здесь Он на оброс Соответствующими связями И так далее Но это вполне реально Человек не вечен Как говорится Даже про президента Говорят Что сегодня срок заканчивается И пора уже Как говорится уходить Поэтому здесь Проще ситуация То есть вы верите Что есть какая-то фигура Которая готова Себо не возглавить Есть Обязательно Еще вопрос Сайта я вам задам Вы как раз Вот В Авиатском крае Был материал В котором было написано Что Сергей Мамаев И вообще фракция КПРФ Не унесла ни одного закона проекта Собственно говоря Вопрос об этом Намерена ли фракция КПРФ Выдвигать какие-либо законопроекты Вы верно критикуете Сергея Мамаев За то что от него не поступило Ни одного законопроекта Но почему вы Или нет Сандалов Не выдвинете Ни одного проекта закона Вот понимаете Вся проблема заключается в чем Что Сандалов Извините Мамаев все время заявляет о том Что партия руководит фракцией Депутатской фракцией То есть он только так сказать Имеет право Задавать тон и так далее Мы неоднократно говорили Что партия Себя подставляет Проблем сегодня масса всяких Вы свяжитесь с партийными организациями Вычлените какую-то проблему Давайте мы эти проблемы Выразим в документе В соответствующем законопроекте И внесем Но к сожалению Такой посыл не получился То есть инициатива есть Обратной связи нет Обратной связи нет То есть никак не поддерживаются Вот в чем вопрос А есть много вопросов Которые надо бы решать сегодня Пусть мы понимаем Что эти законопроекты Не пройдут в жизнь Поскольку большинство Сегодня за единой Россией Но по крайней мере Позиция партии Должна быть выражена Но этого сегодня тоже нет Вот в чем вопрос Минута до конца эфира Я хочу попросить вас Кратко ответить на вопрос Вы в письме в своем Предлагаете лиц старше 60 лет Пронимать в партию Только в исключительных случаях Я так понимаю Что это тренд на омоложение партии Почему такой заградительный барьер Для чего Это не заградительный барьер Вот представляете Вот мне сегодня 68 лет Мне очень сложно будет Допустим А быть активным Быть активным Поэтому я нервусь в партию Я думаю что любой человек Который достиг сегодня 60 лет Он уже подумает хорошо Но есть люди которые Ну на самом деле очень активны Они готовы так сказать Почему их за бортом оставлять Но не делать этого массового Не делать же так что сегодня Из 1300 человек Почти тысячи человек Это пенсионеры Но это же неправильно В любом случае В общем это может мера временная Может быть она так сказать Только вот-вот И закончится Если мы исправим ситуацию Давайте завершим на этом программу Завершается программа Особое мнение Ее гостем сегодня был Депутат законодательного собрания Советник губернатора По вопросам образования Анатолий Чурин Анатолий Михайлович Спасибо вам Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM